Всем привет! С вами Территория Машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о Форде, который видит в темноте и черном списке для каршеринга. Все мы знаем, что пешеходам приходится нелегко. Особенно им нелегко на пустых дорогах, да еще и ночью. Есть, конечно, сознательные граждане, которые обвешивают себя световозвращателями, но есть и те, кто это игнорирует. Для последних у меня плохие новости. Водитель увидит вас метров в двадцати, а чтобы затормозить со скоростью шестьдесят, автомобилю понадобится метров сорок. Последствия, думаю, объяснять не надо. Если вы сами не хотите себя спасать, вас спасет автомобиль. Компания Форд научила свои машины видеть пешеходов в темноте. Фордовцы зашились в память системы образа пешеходов. От велосипедистов до астронавтов. Установленная на лобовом стекле широкоугольная камера позволяет делать до 30 кадров в секунду. В режиме реального времени информация с камеры передается на головное устройство. Если оно понимает, что пешеход слишком близко, то начинает звучать резкий сигнал. Если же водитель не реагирует, то автомобиль активирует систему экстренного торможения. По данным исследования Форд, 43,5% российских водителей испытывают страх сбить пешехода в темноте. Именно того пешехода, который поленился потратить десяток рублей на отражатель и не быть темным пятном, который внезапно превращается в человека. Помните прогремевшую на всю страну истории, когда водители каршеринговых машин устраивали жуткие аварии. Самая нашумевшая из них произошла в прошлом году в Москве, когда на остановке общественного транспорта были сбиты насмерть несколько человек. Но это только вершина айсберга. Мелкие аварии, пьяная езда и несоблюдение правил замечены за водителями прокатных машин уже давно. Но вот теперь этому безобразию должен прийти конец. Похоже, что скоро крупнейшие операторы каршеринга Москвы создадут свой черный список. Это будет именно общий список, чтобы хам или пьяница уже никогда не смог воспользоваться услугами компаний. Но для начала автомобили сервисов оснастят датчиками ускорения и угловых скоростей. Если выяснится, что водитель ведет себя агрессивно, с ним автоматически расторгнут договор, и он пойдет за проездным на метро. Это была территория машин. Не забывайте пристегиваться. Территория машин